Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать. Сегодня у меня обзорное видео. Я покажу вам свой заказ от издательства Миф. Кто смотрит мой канал, знает, что я очень люблю и уважаю это издательство. Считаю их книги особенными. В моем доме много книг от Мифа. Мы читаем их всей семьей. Мой ребенок с года читает книги Миф. И мне кажется, он меня неплохо развит, очень много знает. Знает название планет, очень увлекается динозаврами. Ему нравятся животные, растения, насекомые. Он любит читать энциклопедии. Мне кажется, это все не без участия издательства Миф. Поэтому с удовольствием покажу, что было в моем заказе. Тем более, обзор мой будет предпраздничный. Покажу вам то, что мы с супругом выбрали для нашего сына в подарок, как часть подарка к 23 февраля. Поэтому надеюсь, что видео окажется для вас полезным, интересным. Всем желаю приятного просмотра. И первая книга из моего заказа – это детские энциклопедии с чевостиком. Я собираю всю серию. У меня уже есть увлекательная физика, химия, астрономия. И теперь мы докупили динозавры и другие присмыкающиеся. Вот такая вот достаточно большая книга. В книге шикарное повествование. Очень легкое, хорошо воспринимается детьми. Создается эффект присутствия. Когда мы читали с ребенком эту книгу, вот знаете, казалось, что мы сами стоим на той земле много-много лет назад. Вместе с главными героями – это дядя Кузя и Чевостик. И своими собственными глазами смотрим на динозавров, на то, что они едят, то, что с ними происходит. Поэтому очень интересно. В книге шикарные картинки. Смотрите, какие красивые, крупные. Крупный текст. Поэтому, когда ребенок подрастет, он легко прочитает эту книгу самостоятельно. Здесь рассказывается не только о динозаврах, о их видах, о том, что они едят, какие из них самые крупные, какие растительноядные, какие хищники. Но еще рассказано о черепахах, о других присмыкающихся. Вот они, главные герои. Смотрите, какие есть выноски. Класс присмыкающиеся. Вот так вот начинается каждая глава. То есть динозавры здесь не в детских карикатурах, а такими, какими они были на самом деле. То есть картинки в то же время детские, но в то же время сохраняется их реалистичный образ динозавров. Кстати, с 28 февраля по 1 марта будет проходить уикенд Чевостика. И книги из этой серии будут с 50% скидкой. Друзья, обязательно воспользуйтесь. Книги не только интересные, познавательные, по качеству они великолепные. Здесь толстый переплет, толстые страницы, красивые, качественные рисунки. Я осталась очень довольна. Рекомендую успеть воспользоваться таким шикарным бонусом. Вторая энциклопедия, она уже, конечно, на возраст 5+. То есть для деток более старших называется книга «Большая маленькая планета. Экосистема» или «Как все живое взаимоотношение». На книгу было хорошее предложение, поэтому мы с супругом решили ее заказать. Книгу я полистала. Книга очень яркая. Книга научная. Много в ней информации. Причем информация более сложная вынесена таким образом, что она легче усваивается. Например, в виде таких терминов, обязательно с картинками. Поэтому, когда ребенок подрастет и информации от мира, от жизни ему нужно будет получать больше, то такие энциклопедии, они, конечно, пригодятся. Они обязательно помогут ребенку стать умным, мыслить по-другому, больше знать, лучше учиться. Именно с этой целью мы сейчас начали уже приобретать энциклопедии. Давайте прочитаю, о чем эта книга. Мы, конечно, с сыном ее еще не читали. Как я уже сказала, он ее просто полистал, позадавал вопросы. От корки до корки мы прочитали вот эту вот энциклопедию с чегостиком про динозавров, а это мы оставили на сладкое в нашем будущем. Значит, эта книга полезен ли для экосистемы пожар? Правда ли, что в Тихом океане есть мусорный остров размером с Тюменскую область? Быстро летают полярные шапки? Могут ли африканские фермы остановить наступление пустыни Сахара? Вот такие вот вопросы, связанные с экосистемой, раскрывает данная энциклопедия. Третья книга от издательства миф, очень необычная, очень нестандартная. Вообще, впервые вижу такой формат книги. Называется она «Вижу насквозь». Это уникальные рентгеновские снимки животных. Давайте я немного полистаю эту книгу, и вы сами поймете, что книга действительно необычная. Здесь вот такие вот рисунки, это даже не рисунки, это самые настоящие рентгеновские снимки рыб, насекомых, пресмыкающихся, птиц, животных. И крокодил здесь есть, и птицы. Давайте прочитаю вам, на какие вопросы может ответить эта книга. Например, «Как выглядит птица без перьев?» «Что скрывает чешуя?» «Кто родственник скорпиона?» «Где у змеи начинается хвост?» «Кто летает на своей коже?» «Что скрывает крот?» В общем, на эти и многие другие вопросы можно получить ответы в этой книге. Следующая книга – это новинка в издательстве «Миф». Это большая книга «Умных игр. Развиваем логику, эрудицию и устный счёт». Потрясающая вещь. Я с большим удовольствием играла с помощью этой книги с ребёнком в настольные игры. Во-первых, очень удачный формат. Она большая, каждая страничка плотная, толстая. Ничего с этой книгой не случится. Пока ваш ребёнок растёт, вы смело сотни раз сможете спокойно поиграть в игры с помощью этой книги. В конце книги идут вот такие вот фишки, идут вот такие вот жетоны. Всё написано, как ими пользоваться. И, кстати, есть ещё вот такой вот кубик. Всё это можно легко достать. Вот, например, кубик, кубик собрать, после игры всё аккуратно вернуть на место. Вот. Мы с ребёнком уже успели поиграть в две игры. Давайте я вам полистаю. Здесь вот в начале идёт о чём эта книга. И дальше уже со второй страницы начинаются игры. Здесь указано, какое количество игроков может быть, сколько нужно взять фишек, цель игры и правила игры. Всё крупное, поэтому можно начинать уже играть с детьми от трёх лет. Мы поиграли вот в эту игру. Играть в эту игру могут от двух до четырёх игроков. Нужно будет взять в конце книги вот такие вот жетоны и кубик. Цель игры от старта как можно быстрее с большими очками прийти к выходу и улететь в открытый космос. Но есть одна особенность. Нельзя, чтобы вам выпадала единица. Если единица выпадет на старте, то есть ваш первый ход и вам сразу выпала единица, то вы автоматически проиграли. Если выпала единица после того, как вы совершили уже один и более ходов, то вам нужно будет вернуться на ту клетку, с которой вы начали ход. Все ваши накопленные очки сгорают и вы передаёте ход другому игроку. Затем есть ещё вот такая вот игра. Мы в неё не поиграли. Я просто покажу вам, какое здесь разнообразие игр. Вот такая вот игра, но нам она ещё не по возрасту. Затем вот такая вот игра. Мы планируем в неё поиграть всей семьёй в выходные, потому что здесь чем больше игроков, тем интереснее. Вот такая игра, но нам тоже пока не по возрасту. Есть побег из лаборатории, но это тоже для деток постарше. И вот такая вот игра. В нее мы уже поиграли несколько раз. Игра очень интересная, самое главное познавательная. Игроки ставят на старт свои фишки и начинают двигаться по дорожке. То есть один идет по желтой дорожке, другой по красной. Значит бросают кубик, сколько выпало, туда и ставят. Но поставить свою фишку в назначенное место они могут только после того, как выполнят условие, которое написано на клетке. Вообще на выполнение этого условия дается 10 секунд. Но мой ребенок маленький, поэтому мы играем с ним, конечно, не на время. Давайте прочитаю, какие задания встречаются на пути. Значит идти на 5 клеток назад, назови 5 горячих предметов, назови 5 соленых блюд, пропусти ход, назови 5 жидкости, назови 5 видов спорта, назови 5 химических элементов, назови 5 насекомых, назови 5 минералов, 5 прилагательных, 5 женских имен, 5 сказок, назови 5 стран и так далее. И последнее, что было в моем заказе, это достигатор и еще одна настольная игра. Это я уже заказала ребенку в подарок на 23 февраля. Я, наверное, начну с достигатора. Это выбрал мой муж на сайте издательства МИФ. Ему очень понравилась идея. Он сказал, что как раз то, что нам нужно. Значит, давайте расскажу, в чем здесь смысл, в чем здесь суть. Во-первых, все идет вот в такой вот картонной коробочке. Здесь есть подробная инструкция, как пользоваться достигатором. То есть, очень удобно. И причем достигать желания можно не только одному ребенку, можно ему помогать. То есть, здесь есть карточки, когда участвовать могут и взрослые, и дети одновременно. Значит, вот такой вот лист с мечталками. Давайте покажу. В общем, здесь есть вот такие вот облачка. Это как наклеечки. Вот такие вот. То есть, здесь пишешь желание и клеишь на достигатор. Например, Паша, его цель и как он достигает. Все это раскрашивается. То есть, он должен как-то обозначать, что он что-то выполнил. То есть, он к своей цели приближается. Мне кажется, отличная идея. Мы еще не пробовали, как это работает. Но, если интересно, пишите. После 23 февраля мы обязательно запустим этот проект в своей семье. Посмотрим, как он работает. Ну, вообще, идея интересная. Дети любят что-то необычное, что-то нестандартное. Следующая очень интересная игра называется «На лабиринты». Мы любим лабиринты, поэтому ребенку заказали эту игру в качестве подарка. Значит, игра для детей от 3 лет. Можно играть всей семьей. Здесь есть вот такой вот кубик деревянный. На этот кубик нужно будет наклеить вот такие вот наклейки. Соответственно, вы бросаете кубик. Например, вам выпадает вот эта вот розовая девочка. Дальше в ход идут вот такие вот карточки. Карточки картонные, очень прочные, толстые. Первая карточка обязательно должна быть вот эта синяя. Затем вот эта и конечная карточка вот эта. В промежутках можно будет ставить еще дополнительные лабиринты. Вот, обратите внимание, если вниз, то здесь идут вот такие вот дорожки. Так вот, мы выбрали вот эту вот розовую девочку. Кто из игроков быстрее найдет дорогу от этой девочки картинки и правильно ее назовет, получает жетон. Соответственно, если я угадала, к какой картинке ведет эта девочка, я получаю жетон. Я выиграла. И так далее, ход приходит к другому. То есть, есть подробная инструкция, есть условия игры. Игра, мне кажется, будет захватывающей, интересной, познавательной. В общем, игра для тех, кто любит лабиринты. Самая настоящая. Здесь еще дополнительно есть задание. То есть, игру можно усложнять, облегчать. Играть можно от двух до пяти игроков. Поэтому вот такая вот замечательная игра. Тоже, друзья, рекомендую присмотреться. Вот такой вот в этот раз у меня был необычный заказ в издательстве Миф. Не только книги, но и интересные настольные игры. Поэтому, друзья, все ссылочки будут в инфобоксе. Рекомендую заглянуть, посмотреть, познакомиться с издательством Миф. Может быть, вы так же, как и я, влюбитесь, будете читать эти книги. Поэтому, друзья, рада быть для вас полезной. На этом у меня сегодня все. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока!